после 2013 года все таблетки которые продаются в китае очень и очень слабые они совершенно не помогают я вот эту штуку пил уже наверное месяц почти а толку никакого нету поэтому заказал нормальные цивилизованные таблетки из россии которые должны помочь быстро вот теперь осталось дождаться чтобы они приехали надеюсь что они помогут или придется идти к доктору а я так не люблю докторов не люблю больницы и прочего при регистрации дали вот такой вот номерок и я буду 56 а сейчас идет 48 номер только что оплатил нужные препараты и сейчас видим будет какая-то инъекция не люблю уколы но придется сделать вот так все это выглядит вот такую процедуру мне назначили это довольно таки нормальная традиционная процедура в китайских больницах я про нее конечно слышал но если честно я не думал то что попаду на когда-нибудь такую процедуру так как я пришел сюда просто чтобы мне выписали какие-то нормальные таблетки которые сейчас к сожалению уже в обычной аптеке купить невозможно в китае но в итоге мне решили провести эту процедуру кроме того мне назначили анализ крови который будет извесен где-то через час надеюсь то что все пройдет нормально результаты будут нормальными то что просто это конечно усталость или просто грипп но конечно болею я целый месяц это не прикольно совершенно заплатил за все это дело я около 200 юаней это примерно две тысячи рублей и пришел сюда где-то часов 7 уйду я думал часов 11-12 вот так вот вот сейчас я думаю то что следовало пойти к русскому специалисту на самом деле здесь в гуанчжоу несколько человек но мне было так лень ехать центр города проводить там время плюс русские специалисты работают определенное время только поэтому я поехал в китайскую больницу после работы потому что она работает 24 часа кстати это очень хорошо вот эта часть мне нравится кстати совет если вы кстати совет если вы собираетесь приезжать в китай возьмите с собой в первую очередь антигриппозные препараты и витамины препарата от желудка и то что от вашей болезни потому что здесь во многих аптеках начиная с 2013 года перестали отпускать очень многие препараты без рецепта и везде требуют рецепт кроме того крайне желательно если вы перед приездом в китай сделайте себе страховку а если вы конечно не приезжаете по учебной или рабочей линии тогда вы можете отложить как страховку здесь и это решит очень очень много проблем так как даже за эти простенькие процедуры я заплатил 200 юанях 100 рублях около 2000 рублей а не сказать то что это прямо огромные деньги но все равно это хорошие деньги на них можно четыре раза хорошо покушать что еще кстати выражение доктора когда ему сказал то что болею уже третью неделю было просто бесценно я прямо читал в глазах идиот на самом деле это типичная наша русская проблема то что у нас есть всего две болезни фигня и маленькая полярная лисичка надеюсь что я не довел простуду до полярной лисички и это просто усталость умоление кругом больные люди просто банальная нехватка витаминов но блин такого выражения конечно у доктора в глазах что я полный идиот так я уже где-то целый час сижу с этой штукой и что-то ко мне никто не подходит как-то аноин очень хотя вроде бы сказали через час анализа буду готовы и в принципе я могу быть свободен все-таки надо было идти к русскому доктору или англоязычному хотя бы и ребенок там орет в общем назначили мне три препарата в остальном сказали все нормально анализ крови нормальный единственное сказали не ходить в спортзал в течение недели или двух и сказали не напрягаться сильно на работе ладно ну как бы вполне нормально не надо себя загонять как иначе может быть какие-то негативные последствия это кстати вот есть особенно как раз таки у наших людей то что надо обязательно себя загнать за состояние не стояние а потом уже уже поздно лечиться бывает короче говоря не болейте всем спасибо за просмотр я сейчас эту штуку добью и пойду домой спать а вообще персонал здесь вообще отличный все быстро сделано ну как быстро я здесь уже три-четыре часа но все равно как бы очень счастливы по деньгам принципе не так дорого получилось в итоге здесь ставил где-то 250 юаней все долечился пришел я сюда 8 часов ухожу сейчас ночи ну в общем я хотя бы доволен проще таблетки дали сейчас дойду до дома завали спать и завтра на работу или отбыл все-таки взять и все-таки на работу пока а а